Сегодня в Астраханском ледовом дворце завершаются всероссийские соревнования среди юных хоккеистов «Золотая шайба». В турнире принимают участие спортсмены 13 и 14 лет. О том, кто стал победителем, расскажет наш корреспондент Элеонора Лем. Она выходит с нами на прямую связь. Элеонора, добрый вечер. Что в данный момент происходит на льду и все ли результаты уже подведены? Добрый вечер, коллеги. Да, это финал легендарных соревнований легендарного кубка «Золотая шайба». Он проходит не один год. Уникальность ситуации состоит в том, что это женский хоккей. Это было и Астрахань сейчас имеет возможность принимать подобного уровня соревнования, поскольку у нас появилась ледовая арена, которая может себе позволить профессиональный лед, может себе позволить профессиональные условия. Да, в Астрахани пока нет женской команды, но это все дело времени. И сегодня на лед выходила буквально вся Россия. Здесь был Урал, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Калуга. И имя победителя уже озвучили буквально несколько минут назад. Картинку, я думаю, мы сможем вам показать уже в 8-часовом выпуске новостей на Астрахань-24. Ну а я еще раз напоминаю, что победителем стал город Калуга. Вообще соревнования проходили в очень непростых условиях. Подготовка шла в условиях пандемии, и тренеры говорят о том, что сложно очень было тренировать девчонок, поскольку на лед они имели право выпускать только по 3 человека, потом по 5, поэтому сыграться было достаточно сложновато. Собственно, до Астрахани добрались тоже не все. Заявки на участие в кубке подали 15 команд, но до Астрахани, до Каспийской столицы доехали только 9. Позади практически недели соревнований. В день девчонки проводили по 2 турнира. Все очень устали, но вы бы видели счастливые лица сегодняшних победителей. И так я еще раз говорю, что золотую шайбу, кубок золотой шайбы, сегодня получила команда из Калужской области. Спасибо, Элеонора. Элеонора Лем рассказала нам о результатах хоккейного турнира «Золотая шайба».